МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь работало более 50 интерактивных площадок, на которых проводились мастер-классы и творческие лаборатории как для детей, так и для взрослых. Впервые в рамках Гончаровского праздника прошел Всероссийский фестиваль литературных журналов «Волжская пристань». В его работе приняли участие более 40 литераторов из 21 региона Российской Федерации. К сожалению, мы за последние 20-30 лет утратили это чувство единого национального литературного поля. Теперь мы начинаем его вновь обретать. Это очень важно, поэтому съезжаемся, смотрим друг другу в глаза, высказываем друг другу сочувствие, понимание и претензии, начинаем общаться, разговаривать. Что может быть лучше этого, особенно на Гончаровской земле. Среди участников был и главный редактор старейшего литературного журнала в стране «Молодая гвардия». Через три года этому изданию исполнится 100 лет. Однако, по словам редактора, журнал переживает не самые лучшие времена. Его тираж с 800 тысяч в советские годы упал до тысячи экземпляров. Но, как считает Валерий Хатюшин, пути выхода из этой ситуации есть. Прежде всего, нужно помочь библиотекам, чтобы библиотеки могли выписывать русские, а, по моему мнению, в первую очередь, русские патриотические литературные журналы, которые относятся к Союзу писателей России. Таких много журналов. Библиотек нет средств. Почти не выделяют средств на подписку на журналы. Государство не выделяет средств. Также на мероприятие приехал заместитель главного редактора другого известного российского журнала «Наш Современник». Литературное пространство за последние годы оказалось сплошь и рядом разорванным и расколотым. И вот это личное общение с обменом информации, с непосредственным узнаванием того, как идут дела у соседей, какие авторы к ним приходят, что у них печатается. Эти встречи, они чрезвычайно необходимы. И особенно, как я хочу подчеркнуть, они необходимы для молодых писателей. Одним из значимых событий фестиваля стало большое литературное собрание – «Литературный журнал в современной России» с участием губернатора Ульяновской области. Дорогие друзья, мы твердо знаем, что уважение к родному языку, к родному слову – это уважение к самим себе, к своему народу, нашей с вами общей истории. И что именно с приобщением к книге начинается интеллектуальное, духовное, человеческое развитие и становление. Мы крепко сохраним эти идеи и пребоим их подрастающим руками. В рамках собрания состоялось вручение премии «Обломовское яблоко» по итогам конкурса среди молодых работников государственных и муниципальных учреждений культуры Ульяновской области. Гран-при на этот раз досталось Александре Филипповой – артистке-кукловоду Ульяновского театра «Кокол» имени Валентины Михайловны Леонтьевой. Праздник продолжился на площадке перед Краевическим музеем. Здесь прошел большой праздничный концерт с участием Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» под управлением главного дирижера и художественного руководителя Ильи Дербилова. В этом году с оркестром выступил известный московский тенор, солист Большого театра России Максим Пастор. Он исполнил знаменитые арии из опер «Глинки», «Римского Корсакова», «Чайковского», «Деницетти» и любимые неаполитанские песни. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ. Новости Уллправда ТВ.